всем привет одну из интересных идей у меня на канале есть такой плейлист я хочу поделиться с людьми которые смотрят мой канал может быть кому-то пригодится что за идея вот есть погреб вот погреб где мы храним зимние запасы на зиму вот так будем говорить обведи посмотри он постоянно должен проветриваться ну так как нужно его подготовить к зиме что значит подготовить просушить его хорошо проветрить чтобы здесь грибков не было 10 видите у меня нет грибков вы сейчас посмотрели а почему нет потому что у меня есть приточная вентиляция в верхнем углу и отточная хотя должно быть все наоборот то есть вентиляция приточная должна быть самом низу а та которая наверх воздух ну как бы сказать заставившийся воздух убирает с погреба она должна быть наверху вот так как у меня немножко неправильно получилось я людям просто советую делайте приточную вентиляцию чтобы она у вас была до низа а точная наоборот вверху у меня вот с этой стороны вот этой стороны видите я так и делал но с этой трубы у меня притока нет потому что она у меня берет ну как вам сказать берет свое начало не с атмосферы вот это бы надо бы конечно переделать но уже сложно сразу не подумал не с атмосферы а изнутри помещения поэтому я вышел как из положения это как бы интересная идея вот про что и начал говорить из положения вышел как приток я сделал здесь но сделал принудительный принудительный в каком плане вот такой вот вентилятор небольшой размер его по моему 120 120 на 120 квадрат и внутри диаметр по моему тоже 120 мощность его 014 ампер ну то есть он берет вообще мизер как-то я к тому что если придется платить за электричество которое он тратит но это вообще настолько мало что я даже не замечаю вот вот этот вентилятор предыдущий он такой же точно марки китайский не знаю даже что это за марка можно поближе показать кому интересно вот марка хорошо там строить вот тот вентилятор точно такой же который он там наверху он проработал у меня ну порядка наверно пять лет пять лет я считаю для китайского вентилятора стоимостью на тот момент я помнится его брал по моему рублей за 180 за 150 сейчас точно не могу сказать где-то так 180 150 рублей на данный момент я купил точно такой же вентилятор 2016 год осень за 300 рублей на базаре вот теперь мне что нужно сделать вентилятор этот не работает мне нужно его демонтировать вставить поставить на место вот этот вентилятор значит не перепутать главное чтоб куда он дул дул дуть то есть подавать воздух нагнетать воздух он должен во внутрь во внутрь погреба поэтому я его должен установить именно я уже его попробовал перед тем как начать устанавливать его попробовал значит подключил 220 вольт вентилятор на 220 вольт однофазный подключил и нагнетает воздух он вот в эту сторону так я его и буду ставить теперь что мы делаем первым делом демонтируем старый вентилятор опять же немаловажный момент в этих вентиляторах в корпусе с четырех сторон на четыре угла один два три четыре прошли просверленные отверстия ну примерно на четыре с половиной пять миллиметров я ничего не выдумываю потолок у меня здесь видите утепленный деревянный вот может поближе подойдешь плохо будет видно потолок утепленный деревянный я прям саморезами сквозь вот эти отверстия сквозь вот эти отверстия приворачиваю потолку вот точно так же я его и демонтируют шуруповерт один достаточно двух саморезов два сюда ближе подноси когда я прошлый раз его демонтировал заворачивал у меня одно ухо отломилось вот но тут есть и второе видите производитель предусмотрел поэтому я прям сквозь него ничего не переделываю прикрутил лучше конечно его не ломать вот это изолента здесь накладывал смазку года два по моему назад не помню тут уже даже вот наклейки не осталось ничего не работает он теперь моя задача прикрутить вместо старого сломанного вентилятора проработавшая еще раз повторюсь 5 скорее всего и больше я сейчас уже точно не помню прикрутить другой и его еще я думаю лет на пять как минимум хватит а то и больше от старого вентилятора отсоединяю провода которые подключают его в розетку предварительно конечно из розетки надо их выдернуть это ударит током откручиваю я изоленту старую их она уже времени можно сказать слиплась так что откручивать сложно так мы его открутим вот они два провода которые потом пойдут в розетку перед тем как вешать этот вентилятор я обязательно должен соединить потому что наверху будет неудобно зачищаю провода зачищаю бокорезами вот здесь скошенная стороны бокореза здесь ровная ровной стороной наружу давно уже так меня научили еще с детства и вот вот видите пожалуйста то есть не ножницами немножечко моим на бокорезами вот такой вот зачищенный кусочек провода второй кусочек провода тоже зачищаем бокорезами пока зачищаю расскажу вам вот это интересная идея которую я сейчас вам пытаюсь здесь показать на видео возникла у меня почему потому что мой товарищ ну тоже как бы не совсем молодой человек в возрасте не знал как правильно устроить вентиляцию своего погреба и у него постоянно к весне появляли появлялся появлялась плесень появлялась сырость погребе из-за этого прорастала картошка портили порт портились крышки на банках сейчас я схожу за изолентой изолируем зачищенные провода сначала соединяем значит соединяем не просто руками а помогаем плоскогубцами чтобы соединение были очень плотный иначе здесь будет влага все-таки будет искрить и возможно даже отключение ну то есть не очень хорошо будет а вот сейчас я пытаюсь воспользоваться своим же советом как сэкономить изоленту там у меня есть тоже в плейлисте полезные деньги я участвую изолируют тоненькой изоленты то есть нет не широкой как я в магазине покупаю а режу ее по вдоль там у меня все рассказано и ну здесь вот на этом видео я поставлю ссылочку наверху сейчас смотрите как правильно использовать изоленту экономить ее за изолировал я одну часть все-таки может быть придется иногда ее руку взять нечаянно можно получить удар ток поэтому без изоляции никак второй провод точно также соединяем сначала вручную скруточку делаем и поможем еще плоскогубцами то есть чтобы все было по плотнее чтобы никаких непрочных соединений чтобы они не грелись чтобы все было хорошо тоже изолируем вентиляция в погребе она необходима если можно сравнить как человеку воздух если не будет вентиляции то как он будет плесень здесь вот если вот видите вот немножко как бы есть что она появилась но во время включена вентиляция то на сухая видите даже даже не мажется это благодаря вентиляцию сейчас когда у меня старый старый вентилятор или как пропал где-то неделю нам не стало без вентиляции тут уже чувствуется такое такая влажность все ставим теперь на место опять же не перепутать куда будет дуть куда будет нагнетать воздух не перепутать саморезы берем старые с ними ничего не случилось ставим на то же место тут даже вот уже отпечаталась паутину убрать можно естественно нужно она здесь пауки ошиблись что они здесь на плели саморез ну саморез примерно на 70 старое отверстие я даже могу ее маленько подвернуть рукой чтобы у меня не упал саморез сильно не затягиваем потому что чтобы у меня вентилятор легко вращался берем второй саморез вот даже могу вот эту старую наклейку не наклейку накладку которая сломалась оставить ну типа шайбы точно также и вставляю наживляю рукой и подворачиваю шуруповертом ну если кому-то нужно очень плотного здесь можно под вентилятор положить поролон я считаю что поверхность ровно из фанеры все закрутится прекрасно чтобы не сломать я ставлю свой шуруповерт на 5 ньютон этого даже много будет не крутит 6 достаточно 6 ньютон все вентилятор четко стоит на месте хотя вот видите опять немножко накосячил провод он у меня пойдет в эту сторону а я его наружу не хочется но надо отвернуть надо отвернуть и сделать по-человечески это я поторопился ну то есть снимаю видео как бы оператор тоже устает держать фотоаппарат и подсветку погребе все таки не так светло поэтому ошибся немного прошу прощения второй саморез опять же повторюсь еще раз саморез два самореза достаточно хотя здесь предусмотрено четыре отверстия попал наживил рукой чтоб не упал саморез и закручиваю ставлю на 6 ньютон чтобы не сломать достаточно все затянуто у меня теперь все укладываю провод по вдоль стенки он не особо не мешает ну чтоб не сверлить не портит стенку и пробую включать его показываю где буду включать его просто включаю резетку можно конечно сделать всякие кнопочки но я посчитал что в подвале сырость поэтому лишние кнопки здесь ни к чему вот слышите заработал сейчас поближе покажу вот он вентилятор крутит вытерника его пожалуйста покажу что остановился вот он остановился включай все теперь климат-контроль обеспечен климат-контроль я поддерживаю как просто спускаюсь каждый день и вот на градусник обыкновенный градусник уличный смотрю сколько здесь градусов он у меня будет работать пока температура не упадет до плюс двух градусов это будет примерно в начале декабря в конце ноября как только до двух градусов температура падает я вентилятор выключаю ну и периодически наведываю зимой для четкости замеров у меня один градусник находится примерно метр тридцать от пола а второй градусник я положил вот сюда под вентилятор практически это у меня вот здесь вот на полу находится ждет то есть если на полу у меня плюс 2 то на верхнем градуснике вот на этом у меня температура зимой плюс 10 плюс 8 ничего страшного потому что картошка у меня еще ниже находится не прорастает она у меня практически до сентября месяца вот мы сейчас последнюю картошку вытащим так сказать ну-ка посмотрю есть там еще немного даже есть пониже опустим чтоб яма просохла надо открывать ее он видите осталось пол ведра картошки всю картошку сели что заготавливали то есть точно это же еще и экономия не просто так вот что сухо и все это еще экономия продуктов все всем пока пользуйтесь советом если кому-то это помогло это мне будет очень приятно ставьте лайки подписывайтесь на канал